всем привет сегодня мы покажем вам как мы будем делать корзину с цветами но необычную как всегда у нас здесь обратите внимание стоят три корзины вот такие вот в одной большой потому что нам поступил очень интересный заказ нужно на один адрес отправить букет сразу же для трех людей при этом люди эти очень разные и нужно чтобы они догадались о том что здесь составлена сразу же три букета естественно мы замочили оазис проложили все пленкой чтобы корзины не протекли и далее решили что нужно сначала выложить поляну из зелени потому что задача такая что нужно закрыть все края между корзинами и создать единое целое вот видите мы здесь уже набили то есть вот такую вот поляну в которую сейчас мы будем доставлять уже цветы и все корзины между собой будут разными по цветовой гамме но в то же время они будут перекликаться особенность такой композиции заключается в том что даже если вы будете выставлять зелень вы должны понять что вам нужно создать единый эффект круга поэтому зелень вот в этих корзиночках у вас будет наклонена вперед и когда они вытащат эти три корзиночки или каждый свою корзиночку она будет как бы немножечко односторонней потому что мы же ведь должны создать эффект что все цветы смотрят из круга поэтому вот пожалуйста по примеру вот этой зелени видите она у нас как бы будет стоять из круга и когда корзинку вы будете вынимать то у вас как бы получается такой сегмент который будет стоять смотреть именно на вас то есть это очень удобно если вы поставите допустим к стене но большей степени они будут все равно не спадать такой как бы не спадающий немножко эффект каждый из поставленных корзина до чуть-чуть приподнимаем конечно всегда всегда центр должен быть чуть выше но напомним что вот видите между самими корзинами мы сохранили расстояние то есть здесь мы оазис не кладем то есть это именно три отдельные части вот посмотрите пожалуйста зелень всю корзине выстроили вот у нас именно получилась такая поляна объединяющие три элемента и как мы теперь будем работать с цветами начинаем работать с цветами как я уже сказала немножечко наклоняяя цветы вперед по ходу дела но стараясь первый цветок поставить как можно ближе к центру чтобы был эффект полноценной единой корзины будем соблюдать цветок по высоте зелени так у нас здесь у набору на здесь по набору розы кустовые как раз который сейчас обратите внимание такого желтовато кремового цвета здесь задача была нежно желтый соединить зеленым и добавить нечто оранжевое мы взяли зеленый хиперику и в качестве оранжевого мы добавим такой коралловый пион у него желтая серединка что также будет сочетаться уже совсем цветочным набором соответственно композиции мы делаем именно одна за другой сначала мы выстраиваем первую затем вторую и потом третью важный момент чтобы все три корзинки по тональности или по цвету сочетались друг с другом мы заполнили почти один сегмент и вот эти люпины мы должны поставить опять-таки как и розу как можно ближе к краю первой нашей корзиночки и в то же время как можно ближе к центру чтобы никто не понял что у нас там есть разделение разделение ну да потому что все забито зеленью вот видите то есть мы приподнимаем центр чтобы было понятно потом что это единое целое вот смотрите наш выстроенный сегмент выглядит сейчас мы начнем делать второй второй сегмент у нас предназначен для мужчины поэтому мы взяли сиренево-фиолетовые оттенки лизиантус у нас будет здесь дельфиниум сиреневый мужской цветок вот сиреневая роза и такой яркий гиацинк он будет перекликаться с 3 корзинка в которой будет у нас розовый гиацинк и здесь смотрите мы начинаем с того что мы поставили дельфиниума почему потому что мы начинаем опять самых высоких цветов потому что нам нужно поднять центр чтобы спрятать наш секрет мы должны поднять центр и тем самым как можно ближе к центру поставить высокие цветы вот мы доставили уже вторую корзиночку для мужчины посмотрите вот посмотрите у нас все абсолютно ровно идет вот так вот вот это все но вот у нас еще там немножечко боковинка пустовато но если вы вот в таком тоже посмотрите положение вот лицово провала нету все единое целое да вернись вот остался у нас третий только сегмент вот сейчас здесь будет отправить третий который мы сейчас будем достраивать для третьего сегмента мы тоже подготовили пион чтобы он сочетался с коралловым сегментом вот такую вот розу бежевую это сорт таня и розовую розу кэнди фло и у нас здесь еще два вида лизиантусов вот посмотрите пожалуйста такой персиковый махровый красивый и слегка сиреневатый то есть персиковый у нас цвет под коралловый пион под желтовато-бежевую розу у нас сейчас последние штрихи постановки вот посмотрите мы сделали розовый сегмент вот видите как классно он сочетается с сиреневым да вот самое главное подобрать красивое сочетание чтобы корзина получилось как единое целое а не то что вы поставили вот видите здесь вот есть этот персик и посмотрите он так или иначе в другую сторону он видите как вот идет сюда раз и тоже перешел до 3 сегмент конечно достаточно яркий на фоне остальных но тем не менее мы специально его поставили на такую часть где виден максимально только он видите то сделку немножечко отдельно идет слегка там боль сбоку на него нависают цветочки с другого сегмента крути пожалуйста а вот и а вот эти вот два вот смотрите они очень классно переходят друг друга а и 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